Вы смотрите телеканал Вариант, и это программа о самом главном и о самом важном, о здоровье. Врач на дом. С вами в студии Елена Панина. Здравствуйте. Я рада приветствовать сегодня в нашей студии врача высшей квалификационной категории, эндоскописта, сотрудника клиники Айболит, Центра лазерной медицины на проспекте Ленина, Вячеслава Эдуардовича Мочина. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте. Ну, вкратце я немножко расскажу про нашу клинику. Да, Айболит – это одна из старейших клиник города Владимира. Расположена достаточно в центре, удобно расположена для пациентов. Я в этой клинике работаю уже более пяти лет. Буквально месяц назад мы переехали в новое помещение. Хорошо отремонтирован наш эндоскопический блок по максимально приближенным последним санитарным нормам и правилам. Было закуплено новое современное японское оборудование фирмы Pentax – видеостойка, которое позволяет более глубоко проводить диагностику пищеварительного тракта. Ну, это прежде всего два очень важных эндоскопических исследования – гастроскопия и колоноскопия. Ну, вот скажите, вы говорите о том, что новое оборудование, чем отличается вот то оборудование, которое есть у вас сегодня, от того, что было? Ну, да, это очень такой важный вопрос, и как для самих пациентов, и для нас, врачей-диагностов. Сейчас вся прогрессивная эндоскопическая общественность работает на видеоэндоскопических стойках. Что это такое? Это когда идет обработка изображения цифровая, и все это проецируется на монитор. С этим изображением можно проводить разные манипуляции, увеличивать, можно сохранять на какие-то носители, на флеш-карты, на CD-диски для дальнейшего анализа. Кроме того, можно обследовать слизистую оболочку не только в обычном белом свете, но с помощью специальной подсветки можно усиливать, например, сосудистый рисунок, что позволяет лучше диагностировать ранние формы рака. Ну, давайте непосредственно разберем каждое из исследований. Предлагаю начать с гастроскопии. Итак, для чего проводится гастроскопия? ФГДС, да, если правильно? Ну, кстати, на самом деле не совсем правильно. Расскажите, как называется правильно? Да, во-первых, ФГДС – это как бы несколько устаревшее название, это как бы переводится фиброгастродуаденоскопия. Фибра – это как раз то исследование, которое производили на более устаревших аппаратах фиброскопах. Сейчас видеоэндоскопия, то есть это правильно будет это назвать эзофагогастродуаденоскопия, ЭГДС. Или хотя бы гастроскопия. Потому что ФГДС – это подразумевается более устаревшее название. То есть ФГДС вы не делаете, вы делаете более современный метод исследования. Ну, если принципиально подходить, то да, чтобы пациенту было понятно. Поэтому на наших протоколах мы пишем видеоэээ – гастроскопия. Вот, то есть подождать, что это видеоисследование, это более современное. Для чего производится это исследование, с какой целью и кому оно показано? Начнем с того, какие органы осматриваются во время этого исследования. Это прежде всего мы осматриваем пищевод, желудок и 12-перстную кишку. Частично мы осматриваем гортань. Конечно, это не полноценный осмотр гортани, но эндоскопист всегда должен посмотреть на предмет каких-то больших опухолевидных образований. Мы это можем увидеть. Кому это показано? Как нам попадают пациенты? Первое – это личное желание пациента. Он где-то услышал определенные, есть какая-то онкомостороженность, и он может прямо прийти в нашу клинику, естественно, предварительно подготовившись. Мы проводим это исследование. Второе – это когда пациенты к нам попадают уже от специалистов. То есть, прежде всего, это терапевт, гастроэнтеролог, хирург, лор-врачи к нам направляют. С какими жаловами пациенты? Это прежде всего симптомы дисфагии. Это тошнота, изжога, отрыжка, может быть, затруднение глотания, затруднение прохождения пищи при глотании. Какие-то боли в эпигастрии. Прежде всего, ночные и голодные – это очень важно. Нарушение даже тембра голоса тоже является показанием для эзофага гастродуаденоскопии. Вы сказали, что вначале нужно подготовиться. В чем заключается подготовка? На самом деле, для гастроскопии подготовка не такая сложная. Необходимо быть натощак. Но это не значит, что надо голодать сутки. Потому что в нашей клинике пациенты после 4-х бывает и в 6 часов вечера. Мы в некоторых случаях проводим исследования, когда пациенту это удобно. Главное, чтобы не было последний прием пищи, должен быть за 6 часов до исследования. В принципе, пациенты идут уже к нам, которые лечатся по поводу каких-то других заболеваний. Им необходим прием препаратов. В большинстве случаев эти препараты не являются препятствием для проведения исследований. Некоторые только препараты железа, такие как активированный уголь. Это является противопоказанием для проведения исследований. Мы просто ничего не увидим в расцвете желудка. Желательно перед исследованием не курить. Немножко искажается картинка. Поскольку оборудование высокоточное, есть определенные будут проблемы, если человек покурит перед исследованием. Ну и расскажите, каким образом происходит само исследование? Насколько это страшно, больно, долго? Ну да, хороший вопрос. Все пациенты задают этот. На самом деле, само исследование длится недолго. Буквально несколько минут. Если там никаких диагностических манипуляций не проводится во время исследования. Пациенту делается местное обезболивание аэрозолем лидокаина. Обязательно пациента спрашивается, есть ли у него какая-то аллергическая реакция на этот препарат. В общем-то, бывают некоторые случаи, когда пациент не может даже войти в наш кабинет. В таких случаях в нашей клинике широко применяется так называемая внутривенная седация. То есть, проведение эндоскопии во сне. Это очень, я считаю, комфортное состояние. Нам, врачам, очень удобно. У пациента остаются только самые благоприятные воспоминания об исследовании. Нет уже какого-то страха перед очередным исследованием. Мы можем спокойно осмотреть, не торопясь, буквально каждую складку в желудке. А вот скажите, по поводу седации. Для врача есть разница, под седацией пациент или нет? Для качества исследования? Ну, все зависит от того, конечно, как себя ведет пациент во время исследования. Конечно, когда у нас, конечно, очень квалифицированный средний медперсонал, они следят за пациентом. Но все равно приходится и отвлекаться, если он беспокойно себя ведет. Конечно, мне более удобно смотреть пациента под седацией. Я считаю, что по возможности, и если нет противопоказаний, то лучше проводить под седацией. По времени, как долго действует седация? Ну, на самом деле, пациент просыпается, это управляемый медикаментозный сон, если так можно несколько утрированно сказать. То есть, и пациент просыпается ровно тогда, когда я заканчиваю исследование. То есть, по сути, он может встать и спокойно направляться домой, правильно? Или какое-то время ему нужно находиться? Мы, конечно, рекомендуем, да, он находится некоторое время под нашим наблюдением. Единственное, категорически, уважаемые пациенты, если вы будете проводить у нас это исследование под седацией, планируете это так, чтобы приезжать к нам и особенно уезжать без личного автомобиля, скажем так, не за рулем. Вот это является абсолютным противопоказанием, чтобы вы садились за руль в день исследования, после исследования особенно. Вот такой еще вопрос, сталкиваетесь ли вы с такими страхами пациентов? Можно ли во время этого исследования проткнуть пищевод, желудок, нанести какую-либо травму? Ну, скажем так, в кавычках, конечно, это надо очень постараться, чтобы такую травму сделать. Это, ну, на моей памяти, я уже больше 30 лет работаю в городе Владимире, насколько я помню, у нас в городе, по крайней мере, таких случаев не было. То есть, это все-таки страхи беспочвенные? Ну, вообще, теоретически, такое возможно, но это где-то за гранью реальности. То есть, должен делать, ну, то есть, возможно, это делал не специалист, да, если... Ну, да, наверное, так. Смотрите, можно ли, ну, часто спрашивают, как обрабатывается вот то оборудование, которое непосредственно соприкасается, можно ли заразиться какими-то заболеваниями, там, я не знаю, гепатитом, хеликобактерией и так далее? Ну, очень хороший, кстати, вопрос, и пациенты достаточно часто у нас интересуются, причем до названия препаратов, которые, детсредств, которыми мы пользуемся, люди пошли, я считаю, и это, считаю, совершенно оправдано. Вот, ну, по крайней мере, в клинике Айболит, за все остальные, я, естественно, не могу сказать, в клинике Айболит все проводится в соответствии с последними санитарными правилами и нормами. Вот, тем более сейчас разработаны такие препараты для обработки эндоскопов и всех тех инструментов, именно многоразовых, которые используются многоразово, настолько мощные, что там не только хеликобактерии, там туберкулез, ВИЧ, все практически гибнет. Какие заболевания мы можем определить, сделав ФГДС? И вот вы еще сказали по поводу диагностических, то есть помимо посмотреть, что еще можно сделать? Ну, значит, какие заболевания мы можем диагностировать во время исследования? Ну, начнем с самого главного, это, конечно, онкология. Вот, и прежде всего мы диагностируем, я считаю, хорошо мы умеем это делать, это прежде всего разновидности онкологии. Вот, естественно, если у нас есть какие-то подозрения, мы обязательно берем биопсию. То есть это кусочки, кусочки ткани, которые смотрятся в дальнейшем под микроскопом. Ну, я несколько утрированно, конечно, это объясняю. Но это позволяет установить не просто диагноз рака, а именно его еще уточнить, именно разновидности этого рака. На основании этого можно более точно определить дальнейшую тактику и возможные методики лечения пациента. Ну, кроме онкологии, это диагностика эрозивно-язвенного поражения, всевозможные дефекты слизистой, ну, и разновидности гастритов. Вот. Кроме того, такие сейчас, скажем так, в кавычках популярные заболевания, это гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь, это прям настолько стало часто диагностировано нами эндоскопистами, заболевания вообще эзофагопищеводного перехода. Причем пациенты, ну, я не могу сейчас точно сказать, процент какой, но подавляющее число пациентов жалуются именно на какие-то разновидности дисфагии. Вот. И мы им помогаем найти причину этого. И, соответственно, дальнейшее лечение. А если, допустим, данное исследование было проведено, там, допустим, поставлен диагноз или, наоборот, все в норме, как часто необходимо делать данное исследование при наличии жалоб и без жалоб? Давайте вот так. Ну, начнем с того, что каких-то, если так подходить чисто вообще абстрактно, то можно это делать хоть каждый день, только это не оправдано. То есть, никакого вреда для пациента от этого исследования нету. Но тут какие могут быть моменты, значит, или это просто личное желание пациента, у нас есть такие, которые, ну, какая-то у него онконостороженность, и он решил раньше сделать это исследование. Но чаще всего это к нам приходят пациенты, когда ему назначают гастроэнтеролог, периодичность, или хирург, или онколог, если у пациента какое-то онкозаболевание, или какие-то операции у него были проведены на пищеводе желудки или 12-перстной кишке, и онколог или хирург ему назначают периодичность осмотра. Чаще всего вот так. Итак, как я понимаю, данным исследованием мы можем добраться сверху до 12-перстной кишки. Да. Дальше, вот чтобы посмотреть все остальное, наш желудочно-кишечный тракт дальше, какие исследования есть? Да, хороший вопрос. Многие пациенты задают это, поэтому я стараюсь, когда вот беседую с пациентами, у меня есть такие плакаты, на которых есть изображение наших внутренних органов, позволяет пациенту напомнить, все мы, конечно, в школе проходили анатомию, но вот на этих картинках ему более понятно, как у него, что, где находится в его брюшной полости. Вот. Ну, да, эзофагогастроблоденоскопия – это осмотр пищевода, желудка и начального отдела тонкого кишечника. Далее у нас идут остальные отделы тонкого кишечника, которые, к сожалению, нам, эндоскопистам в городе Владимире осмотру недоступны. Вот. Мы осматриваем уже, есть другое исследование, это называется колоноскопия – осмотр толстого кишечника. Вот. Что оно из себя представляет? Это осмотр, начиная с прямой кишки и далее все отделы толстого кишечника до слепой кишки. По возможности мы стараемся зайти, частично осмотреть терминальный отдел тонкого кишечника, если это возможно. Не у всех, к сожалению, это получается, но мы стараемся. Не у всех получается? Это зависит от того, как расположен кишечник у каждого человека или как? Да. Это зависит как-то мужчина, это женщина? Нет. По половым признакам это не отличается. Тут больше… Сейчас я расскажу, какие тут есть нюансы. Во-первых, кишечник, как ни странно, у всех нас очень индивидуален. Есть чисто анатомические особенности, которые не являются патологией. Какие-то дополнительные петли, удлинение каких-то сегментов толстого кишечника, которые нам, эндоскопистам, технически бывает очень сложно преодолеть. А пациентам это достаточно бывает некомфортно, бывает даже и достаточно больно. Поэтому рекомендуем мы тоже это исследование проводить под седацией. С колоноскопией дело обстоит несколько сложнее, чем с гастроскопией. Почему? Потому что человек должен более тщательно быть подготовлен. Тут недостаточно просто быть натощак. Сейчас разработана серия препаратов, которые позволяют достаточно комфортно очистить, подготовить кишечник к осмотру. Не надо никаких клизм, касторового масла, как это было на заре моей эндоскопической деятельности. Сейчас применяется, ну самые распространенные я перечислю, чтобы у вас был ориентир, это Фортранс, Мовипреп, Зиклен. Это основные препараты, которые мы пользуемся, рекомендуем. Они в основном отличаются по объему. Это порошки, которые надо растворять в определенном объеме жидкости. На нашем сайте клиники там очень подробно расписаны все рекомендации, как готовиться надо. И я вас очень призываю, когда вы соберетесь на наши исследования колоноскопии, внимательно это прочитать. Потому что вы к нам идете за качественным исследованием, поэтому о качественном исследовании не может быть без качественной подготовки. Бывают такие случаи, что мы отказываем пациента, если когда при предварительном разговоре с пациентом я слышу какие-то грубейшие нарушения, по каким-то причинам пациент не выполнил предварительные все предписания, мы настаиваем на том, чтобы он перенес на другой день и выполнил все, как мы рекомендуем. Давайте о том, кому же показана колоноскопия и как она проходит, поговорим после небольшой рекламы. Не переключайтесь. Вы смотрите телеканал «Вариант». Напоминаю, это программа «Врач на дом». И сегодня у нас в гостях врач-эндоскопист клиники лазерной хирургии Айболит Вячеслав Мотин. Вячеслав Эдуардович, до рекламы мы с вами начали говорить о том, что такое колоноскопия и какова необходима подготовка. Давайте начнем с того, что кому нужна колоноскопия, кому она показана и здесь как. Человек что должен испытывать, чувствовать, от кого прийти, чтобы ему была показана эта процедура. Это очень хороший и важный вопрос. Я немножко вообще, еще немножко общих слов про колоноскопию. К сожалению, у нас в стране сложилась очень такая парадоксальная ситуация с объемом эндоскопических исследований. Что это значит? Например, на всю страну у нас за год проводится порядка 10-11 миллионов гастроскопий, а колоноскопий всего 1 миллион. Во всех развитых странах это соотношение приблизительно должно быть поровну. То есть у нас количество проведенных колоноскопий, оно очень и очень отстает от требуемого. К сожалению, это, конечно, не наша вина. Очень малочисленный и изношенный парк колоноскопов у нас, ну, по крайней мере, во Владимире это точно. То есть это причина не в том, что, допустим, стесняются, боятся, не хотят идти? Я бы не сказал, потому что, знаете, есть такая, я считаю, приятная тенденция, что, кстати, идет очень достаточно большое количество молодежи, как это ни странно. Я считаю, что прогресс в этом есть. Тем более, как я уже говорил, клиника Айболит, она позволяет проводить достаточно в комфортных условиях это не совсем приятное исследование. Поскольку мы до исследования не знаем анатомию конкретного пациента, мы не можем, или в лучшем случае только можем предположить, насколько ему будет болезненно или не безболезненно. Многие, почти все спрашивают, а будет мне, там, доктор Мотинс, скажите, будет мне больно или не будет больно, надо мне делать с наркозом или не надо. Я затрудняюсь. Вот единственное, что я могу сказать, что если у человека были какие-то в анамнезе какие-то оперативные вмешательства на брюшной полости, то у него большая вероятность спаечной болезни брюшной полости. Это, конечно, для нас, эндоскопистов, достаточно сложно проведение исследования, для пациентов будет болезненно. Кроме того, у женщин, да, тут имеет роль половой признак. Вот, если в анамнезе какие-то были воспалительные процессы гинекологические, это тоже часто приводит к спаечной болезни брюшной полости. Это тоже осложняет нам исследование, а пациентам будет достаточно некомфортно. Поэтому я рекомендую, если нет противопоказаний, лучше проводить под седацией. У нас какое требование, во-первых, перед тем, как мы говорим, можно пациенту делать под седацией или нет. Это обязательно общий анализ крови и ЭКГ 10-14 дневной давности. Обязательно с пациентом беседует анестезиолог, проводит определенный опрос. Бывают, конечно, отказы по состоянию пациента. Потому что, хоть это достаточно безопасный препарат, но противопоказания определенные есть анестезиологические. Какие заболевания мы можем диагностировать во время проведения колоноскопии? Прежде всего, это заболевания воспалительного характера. Это такие серьезнейшие заболевания, как язвенный колит, болезнь крона, недифференцированный колит. Кроме этого, какие-то как доброкачественные опухоли, так и злокачественные. Естественно, когда мы видим какие-то непонятные нам образования, или уже понятные, но нам надо это именно морфологическое подтверждение, естественно, мы берем кусочки для проведения биопсии, то есть гистологического дальнейшего обследования. Какие-то должны быть жалобы у пациента, то есть вот те же колиты, могут они проходить бессимптомно и, к примеру, определиться только на колоноскопии? Или, допустим, доброкачественные и злокачественные образования? Ну, скажем так, что очень много заболеваний толстого кишечника может протекать практически бессимптомно. Особенно такие заболевания, как начальное проявление онкологии. Поэтому рекомендуется, есть так называемые европейские рекомендации и рекомендации наших онкологов, эколопрактологов. Старше 45 лет надо проводить каждые 5 лет пациентам колоноскопию, причем без каких-либо жалоб. Рекомендуется раз в год кал на скрытую кровь и раз в 5 лет колоноскопия. Если же очередной анализ кала на скрытую кровь положителен, то внеочередная колоноскопия. Это для выявления раннего колоректального рака. И поверьте мне, что сейчас рак, к сожалению, очень молодеет. Мы находим у 20-летних и 30-летних злокачественные опухоли, к сожалению. Очень часто к нам идут пациенты по направлению от проктологов. Одно из самых распространенных жалоб – это кровь в стуле. Много, мало – это уже другой вопрос. Сначала в большинстве случаев пациенты, конечно, попадают к проктологу. И они уже после своего осмотра направляют к нам. В подавляющем большинстве случаев, конечно, это причины или геморроя, или трещины. Но, к сожалению, кровь в стуле бывает и проявлением гораздо более серьезных заболеваний, о которых я уже говорил. Это язвенный колит, болезнь крона или же опухоли. Не обязательно будет какое-то еще… Даже, может быть, у человека нет недомогания. Даже, может быть, и общий анализ крови у нее может быть замечательный. Но, к сожалению, вот эта вот кровь в стуле – это уже прямое показание. Тревожный звонок. Да, тревожный звонок для проведения и как можно быстро провести колоноскопию. Вот смотрите, Вячеслав Федорович, вы сказали про геморрой. Возможно ли колоноскопия про геморрой? Потому что, как я понимаю, кишечник, да, ну вот анальное отверстие раздражено, там различные язвочки и так далее. Ну вот можно ли проводить исследование? Ну, обострение геморроя, в общем-то, не является противопоказанием для проведения исследования нашего. Тем более, мы во время проведения исследований смазываем аппаратуру специальным гелем с анестетиком. Поэтому, в общем-то, пациенту достаточно комфортно в этом плане даже и без седации. И никакого вреда геморройдальным узлам мы не наносим. Сколько сантиметров, метров можно посмотреть, расскажите? Ну, кстати, да, достаточно частый вопрос мне задают. Но, понимаете, все дело, тут как бы вопрос больше к профессионализму врача. Считается, что если стандартные исследования без каких-либо удлинений кишечника, аппарат должен быть введен на 70-80 сантиметров. Если же врач-эндоскопист вводит, что называется, по самую ручку, и это у него достаточно регулярно, то, наверное, этого врача надо посылать на переобучение. То есть, все-таки протокол есть, да, определенный? Да, есть определенные рекомендации, у нас есть как бы рекомендации, которые мы стараемся выполнять. Там у нас есть временной интервал, при котором мы должны достигнуть дальней точки исследования. Мы это обязательно описываем в протоколе. Есть также время осмотра на выходе, тоже определенные рекомендации. Кроме того, мы стараемся, особенно когда выявляем хоть малейшую патологию, стараемся проводить так называемую фотофиксацию. У нас это все хранится на компьютере. Если пациент при желании может, если у него нет с собой флешки, потом прийти, мы ему это все можем перезаписать для каких-то консультаций у другого доктора, например, при удалении какого-то полипа или еще какие-то моменты, чтобы врачу-клиницисту было понятно, что мы увидели. Как долго проходит такое исследование? Ну, тоже хороший вопрос, задают очень часто. Тут тоже есть определенные стандарты. То есть, как бы есть временной интервал достижения купола слепой кишки. 3-4 минуты. Ну, это как бы в среднем. И обратное время осмотра на выходе, оно несколько больше, чтобы детально осмотреть каждую складку, это где-то порядка 7-9-10 минут. То есть, это стандартное исследование. Опять же, если эндоскопист проводит гораздо больше времени на осмотр, ну, я имею в виду именно стандартное, если никаких не берется биопсии, нету какого-то детального осмотра какой-то непонятной области, тогда это несколько удлиняется время. То есть, надо стараться вот в такие временные рамки. Опять, я немножко расскажу, потому что на все исследование у нас закладывается больше времени. То есть, сюда включено предварительные беседы с пациентом, подготовка аппаратуры, подготовка самого пациента, потом само исследование, потом опять обработка аппаратуры и заполнение необходимой документации и опять же беседа с пациентом. Поэтому все, весь интервал, он занимает несколько больше времени. Это понятно, это естественно. Вот скажите, от чего зависит качество исследования? Можно ли что-то пропустить, что-то не заметить в какой-то складке и так далее? Не увидеть аппаратом? Ну, во-первых, от чего зависит? Во-первых, зависит от того, насколько именно от качества исследования. Мы, извиняюсь, от качества подготовки кишечника. Мы, общепринятая есть шкала оценки, мы обязательно это в протоколе указываем, качество подготовки, потому что это очень важно. И обычно указываем, каким препаратом пациент готовился и по какой схеме он готовился, потому что это тоже очень важно. Кроме этого, зависит, конечно, и от оборудования, на котором осматривается пациент. Все-таки вот эти видеоскопы, они позволяют более детально осмотреть рельеф слизистый, сосудистый рисунок, именно выявление каких-то ранних злокачественных новообразований. Это очень важно. Потому что, скажем так, в большинстве, к сожалению, случаев онкологические пациенты с онкологией, что верхних отделов желудочно-кишечного тракта, что нижних, они в большинстве случаев попадают уже на поздних стадиях. Когда уже бывает такое, что пациенту уже реально помочь очень-очень и очень сложно, проблематично. А вот ранние стадии, которые можно, опухоли, которые убрать даже эндоскопически, такие пациенты, к сожалению, к нам попадают рано, редко очень. Кроме того, цифровая видеоаппаратура, она позволяет приблизить какое-то место на слизистый, которое позволяет посмотреть сосудистый рисунок, который изменяется при злокачественных опухолях. А на обычной фиброаппаратуре этого невозможно, к сожалению. У вас какая аппаратура? На вашей аппаратуре в клинике Айболит можно все видеть? В начале, да, я говорил, что клиника Айболит закупила как раз современное японское видеоэндоскопическое оборудование. До этого мы с вами говорили об исследованиях желудка. Можно ли все это сделать одновременно под одной седацией, расскажите? Да, в клинике нашей это достаточно регулярно производим. Пациенты очень хотят, что у нас все, очень многие у нас все занятые пациенты, чтобы несколько раз не приходить. И есть определенная даже финансовая экономия, провести оба этого исследования под одной седацией. И пациенту комфортно, и нам комфортно, докторам. Это мы все спокойно осматриваем. И пациент практически идет уже от нас к гастроэнтерологу уже с большим объемом исследования. Ну, как я, смотрите, когда человек записывается в клинику на обследование, вот, как я понимаю, допустим, для обследования желудка здесь просто, да, 6 часов не есть. И, в принципе, ну, по сути, никакой подготовки другой не нужно. А вот для колоноскопии все-таки, вы говорите, серьезная подготовка, от которой зависит и качество исследования в том числе здесь. Нужно несколько раз прийти или каким образом вы объясняете, как подготовиться и так далее, чтобы это было сделано действительно? Да, это хороший вопрос. Особенно это было, когда мы только начали эндоскопией заниматься в клинике Айболит, у нас еще алгоритм был не отработан. Сейчас у нас все достаточно просто. Значит, когда пациент обращается в клинику, ну, чаще все это по телефону, сотрудник колл-центра, он, когда человек изъявляет желание провести колоноскопию, ему сотрудник объясняет нюансы подготовки. Кроме того, если человек активно пользуется интернетом, он может зайти на наш сайт, там подробно все описано. Если же бывают какие-то нюансы, особенности, когда человек, есть сопутствующие заболевания, например, у него сахарный диабет, или проведенные какие-то оперативные вмешательства на кишечнике, и сотрудник колл-центра не может объяснить это, хотя это очень редко бывает, он связывается уже со мной, и я уже детально с этим пациентом обговариваю удобную схему подготовки именно для конкретного пациента. Но это, честно говоря, бывает очень редко, наши сотрудники справляются, и без моего участия. Можно также прийти, если кто, у кого позволяет время, прийти в клинику, и на месте получить подробные инструкции для подготовки. Сколько времени занимает подготовка к колоноскопии? Домашней, я имею в виду. Ну, хорошо, я на этот момент немножко уточню. Значит, во-первых, необходимо придерживаться несколько дней определенной диеты. Я сейчас не буду на это останавливаться, там все и на сайте, и колл-центр у нас подробно по поводу этой диеты говорит. Там три дня надо определенной диеты, она ничего сложного из себя не представляет, все это осуществимо. И далее, уже перед исследованием, идет прием препарата. В зависимости от того, какой пациент приобретет, я вот тут остановлюсь на общих принципах приема этих препаратов для подготовки кишечника. Причем это очень важно. Вечернего приема этих препаратов уже нет. Мы иногда даже отказываем пациентам, которые, например, проводят колоноскопию, например, вот как сейчас вечер, а они выпили весь препарат накануне вечером. Пациент будет в большинстве, ну, практически 100% к исследованию не готов. Сейчас, значит, рекомендованы две схемы приема вот этих препаратов для очистки кишечника. Первая схема, это так называемая двухэтапная. Это если у пациента исследование проводится в первой половине дня, то есть приблизительно до 12, до час, вот приблизительно дня. Вот. Половина препарата объема выпивается накануне, то есть вечером накануне дня исследования. Вторая половина препарата в день, с утра, с утра в день исследования. Вот. Если же у пациента исследование проводится во второй половине дня, а в Айболите мы проводим, бывает, и в 6 вечера, и в 7 вечера, то вся подготовка, то есть вот именно прием препарата в день исследования. – Есть ли разница, когда проводить исследование? Утром, вечером, днем? – Разница для кого? – Для пациента. – Да я бы не сказал, тут особая разница. Это личное его предпочтение. Кому как удобно. Для работающего пациента, наверное, вечером. Кроме того, в Айболите я работаю в выходные, в субботу, в воскресенье, поэтому кому-то удобные выходные дни. Поэтому это уж мы пациенты ориентированные, все для удобства пациента. – Вячеслав Федорович, подскажите еще раз адрес клиники и те дни, когда вы работаете, когда к вам можно записаться? – Адрес клиники, наверное, уже все знают за 15 лет работы этой клиники. Это город Владимир, проспект Ленина, 47А. – Я работаю в клинике. По будним дням – это среда, пятница с 4 часов дня и до последнего пациента. И суббота, воскресенье – это суббота с 9 утра и до последнего пациента. И воскресенье с 10 утра и тоже до последнего пациента. – Ну что же, для наших телезрителей, я думаю, вы телефоны видите на своих экранах, а о том, как подготовиться, подскажут в колл-центре. Ну а я напоминаю, что наш гость в студии – это врач высшей квалификационной категории, эндоскопист, сотрудник клиники Айболит, Центра лазерной медицины на проспекте Ленина, Вячеслав Эдуардович Мотин. Вячеслав Эдуардович, большое спасибо, что нашли время прийти сегодня к нам. – И вам большое спасибо за то, что пригласили.